Праздники на пороге и мы должны удивить своих гостей. Данный салат может быть удивит вас хотя бы внешним видом. Для нашего салата нам понадобятся такие вот ингредиенты. Шампиньоны. Можно купить уже отваренные в банке. Или можно самим отварить. Мы будем их потом жарить с репчатым луком. Репчатый лук, яйца отварим, куриная грудка, я ее уже сварила, сыр, майонез, маслины и чипсы. Ну что, поехали! Лучок режем как обычно. Не забываем пустить слезу. Грибы на небольшие кусочки режем и все пережариваем. Сыр натираем на мелкой терке. Маслины без косточек нарезаем на 4 части, чтобы получились вот такие небольшие кусочки. Маслины нам понадобятся для украшения. Отварную курочку порезали кубиками. Я, когда варю, всегда бульон подсаливаю, подперчиваю, потому что бульон потом очень вкусно, можно употребить и дальше. Особенно, если вы варили с какими-то косточками и на них еще осталось мясо. Ну, короче, продолжать вам не нужно. А тем временем у нас поджарились грибочки с луком. Какие аппетитные! И сварились яйца. Ну, естественно, кто-то пахтит рядом. Помощница моя. Часть желтков трем на мелкой терке. Ну, в моем случае было 3 яйца. Я натерла 2 желтка. А одно яйцо полностью и 2 белка я натру тоже на мелкой терке отдельно. Так, все наши ингредиенты готовы к сборке. Начнем собирать с курицы. Чтоб было удобнее накладывать салат, советую курицу перемешать с небольшим количеством майонеза и положить на дно нашей тарелки или любой емкости, где у вас будет находиться салат. Так, курочку, которую мы перемешали с майонезом, аккуратненько распределили в центр тарелки. Распределили ее в плоском состоянии. На этом этапе можно курочку подсолить. У кого есть такое желание. Кто варил в подсоленной водичке, может быть и нет такой необходимости, так как у нас майонез уже подсоленный. Сверху укладываем грибы с луком поджаренные. Когда будете выкладывать грибы, надо наш салат немножечко приплюснуть и придать ему ровную круглую форму. Сверху аккуратненько укладываем нашу сырную шапочку. Тоже делаем наш салат плоским. И делаем сверху сеточку из майонеза. С майонезом советую не перебарщивать ни в данном конкретном салате, ни вообще в принципе в салатах. Потому что иногда бывает перебор. Тут вы должны уже сами смотреть, как любите вы. Я люблю, чтобы все было в меру. И сверху мы насыпаем тертые белки с одним яйцом. Поверх белков немножечко еще майонезика. И сверху будем насыпать уже тертый желток. Насыпали наш тертый желточек. И сейчас мы приступим к самому главному, завершающему этапу. Нет, не к дегустации, а к украшению. И, кстати, так как я сейчас украшу салат, можно украсить любой салат. Не обязательно этот. Наш вкусный, красивый, сытный салат готов. И я просто уверена, он привлечет внимание всех ваших гостей. И разлетится моментально. Просто даже от внешнего вида. А когда вы будете кушать этот салат, прикуску с чипсами, которые придадут определенную пикантность этому салату, я думаю, никто не останется равнодушным. А вам приятного аппетита! Салат.